МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Поздравляем с праздником. Сегодня спортобществу «Динамо» 90 лет. Большой день для твоей команды. Спасибо. Ну и в честь такого дня у меня новость. За большой вклад в развитие динамовского движения, многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта президиум Центрального совета общества «Динамо» наградил Сафронову Наталью почетным знаком за спортивное мужество. Это хорошо, что помнят Наташу. И я очень надеюсь, что действительно ей будет приятно получить эту награду. Ну а если перейти непосредственно к теме нашего общения. Московская «Динамо» попала снова в четверку сильнейшей команды России. Определились полуфинальные пары. Давай начнем вот с этого. Ну, выход в полуфинал все ожидали. Матч с «Факелом» в четвертьфинале. Как это было? Насколько это было трудно? Потому что, судя по счету, первая игра складывалась очень напряженно. Ну да, на самом деле, первая игра для нас была очень тяжелая. Мы готовились к сопернику. В принципе, сюрпризов они нам никаких не преподнесли. Намного, может, стали делать меньше своих ошибок они. И в связи с этим их игра стала лучше, четче. Было много резонных доигровок у них. Поэтому очень сложно было против них бороться. И на блоке, и в защите. Плюс соперник в нашем зале подавал достаточно хорошую подачу. Мы к этому не то что не были готовы, но в этом элементе они нас превзошли. Что в первом, что во втором матче. Маш, вот во второй игре, на мой взгляд, самой лучшей вообще из всей этой серии была вторая партия. Так здорово, так чисто отыграли. И правда ли, что это в дальнейшем сыграло против вас? Может быть, да. Мы права, Таня. Мы очень хорошо отыграли эту партию. И в третьем сете мы вышли. Не сказать, чтобы, конечно, мы расслабились и думали, что нам сейчас они отдадут этот сет. Но все-таки, наверное, какая-то в голове была мысль, что мы владеем преимуществом, да, все в наших руках. Вот. Ну а соперник не остановился, наращивал темп игры. И, в принципе, это и позволило им ревести дело до пятой партии. В случае поражения играли бы все равно в дружбе, и вы не выезжали в оренду. В любом случае, факел принял решение играть на вашей площадке. Это сильно помогло вам подготовке? Ты знаешь, да, очень помогло. Мы, когда только начали готовиться к этой игре, получили эту приятную новость. Естественно, мы играли в своем зале, мы тренировались в дружбе. Было очень комфортно, то, что никуда не пришлось лететь. Впереди еще полуфинальная стадия с «Уралочкой», которая отнюдь не выглядит аутсайдером в этой паре. На мой взгляд, силы равны. Вот как ты оценишь предстоящего соперника? Тем более, что ты выступал в «Уралочке» и играл несколько лет. Ты прекрасно знаешь схему подготовки и все. Ну, я согласна с тобой, Леша. Тут сложно сказать, кто выиграет, кто проиграет. Я считаю, абсолютно равной команду нам по силам. И мы, конечно, будем готовиться как к серьезному противнику, нисколько не давая себе слабину в отношении них. И мне кажется, что и лично, естественно, она сказала об этом в ответ на вопрос журналиста. На самом деле, мы сейчас только все мыслями об «Уралочке». Уже после последней игры, после выходного, начали сразу готовиться, смотреть видео, тренировки направлены. И поэтому все мысли только об этой команде сейчас. И Николай Васильевич, думаю, окажет достойное сопротивление. Вообще, эта серия получила самая легкая. «Уралочка» против «Заречья» два раза по 3-0. Это удивило тебя? Ну, когда перед этими матчами меня спросили, кто выиграет, я сказала, что 100% выиграет «Уралочка». Почему-то я была уверена. Но говорили, что были проблемы в Одинцовской команде со здоровьем у некоторых игроков. Может, это, конечно, еще повлияло на то, что такой счет был в двух встречах. Но все равно, даже если бы все были в строю, я почему-то отдавала предпочтение именно «Уралочке». Вы бы хотели, чтобы победила «Заречья» и ехать ближе? И, может быть, команда не такая организованная, помоложе еще? Конечно, только из-за того, что нам никуда не пришлось ехать, мы бы хотели, чтобы победила команда из Одинцова. Ну, а давайте теперь взгляд на эту серию. Из Нижнего Тагела наш корреспондент на месте событий. Победа в матче для одних означала выход в полуфинал российского чемпионата. Это про «Уралочку» для других, то есть для «Заречья», завершение сезона и ранний отпуск. В начале стартовой партии подопечные Вадима Панкова стали еще ближе к незапланированному отдыху. Свердловчанки в начале сета дали понять сопернику, что те уже могут покупать путевки в жаркие страны. Вот только Одинцова было, что ответить на этот выпад. Ко второму техническому команды подошли вровень, а после него проигранный отрезок со счетом 6-2, 6 сетболов у «Уралочки», небольшой комбэк в виде трех набранных баллов, но все равно поражение 25-21. И все же волейболистки «Заречья» не спешили собирать чемоданы. Во второй партии уже они вели игру. «Уралочки» же были в роли догоняющих, только успевая подбираться вплотную к своим оппонентам. Догнать получилось ко второму техническому. Руиз даже вывела хозяек вперед. Но пара невынужденных ошибок, и подмосковные спортсменки вновь впереди. Но тут силы подопечных Вадима Панкова и покинули. Очередная провальная концовка и повторение результата стартовой партии 25-21. Ну а третий сет получился самым простым для свердловчанок в этой встрече. Хотя его начало оказалось откровенно смазанным. «Заречья» в защите действовала безупречно, поднимая практически все, что летело в площадку. Наконец-то заиграл блок, и когда показалось, что все только начинается, все, увы, и закончилось. Это про гостей. Два впечатляющих рывка от «Уралочки». Для начала 6 очков, и они уже впереди в счете. А своим вторым спортом в 7 набранных баллов подряд довели дело до победы. И в партии 25-17, и в матче 3-0, и в серии 2-0. «Уралочка» в полуфинале. В прошлом сезоне в полуфинале также встречались «Московская Динамо» и «Уралочка». Маш, за счет чего тогда получилось уверенно победить? Дома на самом деле был намного сложнее матч, чем который мы играли в Екатеринбурге. Не знаю почему, наверное, может потому, что была первая игра. И мы пытались нейтрализовать подачи их приема, чтобы как можно меньше они играли первым темпом. У нас не очень хорошо получалось это дома, и нам приходилось играть на блоке против них. Был и двойной, я помню, и тройной блок. Ну, достаточно сложно, но из тех, как я помню, мы зацепили и добили нужную мячу. Ну, вот в этой домашней встрече я очень хорошо помню первые две партии. И если бы не собственные ошибки вашего соперника, все могло бы совершенно по-другому быть по счету, а там 0-2 и уже, в общем, как-то было бы непонятно. Хорошо, что вы стоили вы, а не было ошибок. Я хочу спросить вот про этот сезон. Все-таки поменялась связка, Марина Акулова сейчас пасует. И мне кажется, одно из лучших взаимодействий в команде это как раз игра с тобой в третьей зоне. Как вы уже почувствовали друг друга? И всегда ли достаточно она тебе пасует по количеству? Ты знаешь, зависит, конечно, все от приема. Я играю на линии два раза при трех нападающих, да, и один раз при двух. Тем не менее, ты всегда очень активна, и ты всегда предлагаешь себя в атаке, но не всегда вот Марина тебе доверяет. Мне кажется, что можно было бы гораздо эффективнее тебя еще-еще-еще использовать. Наверное, можно, да. В последних играх Марина пытается больше загружать. Но это буквально в конце чемпионата. Еще, конечно, это связано с тем, что я много пропускала в этом сезоне, обрывались связи. Один раз, когда я пропускала, не участвовала ни в тренировках, ни в играх. Второй раз недавно из-за травмы. И все это немножко опять терялось. Ну, сейчас мы в хорошей форме все, и я думаю, нам должно хватить и взаимосвязи, и взаимодействия с ней. Психологически трудно играть против «Уралочки», против команды, в которой ты играла? Нет, ты знаешь, нетрудно. Есть какой-то азарт, да. Знаешь, в основном играл там, знаешь основные принципы, да, принципы игры команды. И хочется каждый раз сделать все на максимуме. И, как сказать... А против «Северстали» тяжело? А вот против «Северстали» тяжело играть. На самом деле, мы в этом году сыграли против них 4 или 5 матчей. И в одном только я участвовала. В последнем, вот когда играли последний тур чемпионата. Было очень тяжело, я не представляла, как это будет. Переживала и за него, и за себя. Ну, естественно, на первое место выходят цели команды, а потом уже волнение за мужа. Уралочка прошлого года и этого года тоже обновилась, да? Другая связка. Появилась Руис, опытнейшая, Кубинка. Вот как ты оценишь, может быть, связка-то как раз в основное время и была в «Уралочке» в прошлом сезоне. Вот как раз на... Эту ответственную финальную серию уже Ирина Кириллова добавила. А так-то Саллина очень много играла. Ты знаешь, я думаю, посильнее, чем в прошлом году. Думаю, связано это с тем, что они, в принципе, сохранили состав, да, что Руис приехала, и она нисколько не выделяется, да, и схема команды, она только дополняет ее. И поэтому, я думаю, что они сильнее, намного сильнее и в лучшей форме подошли к этим играм, и поэтому будет сложнее, думаю. Еще разница прошлого сезона и этого. В прошлом году полуфинал игрался до двух побед, и, собственно, вот две победы, с счетом 3-1 Динамо добилась, теперь до трех побед. Вот какая тут подоплека, и тоже, может быть, по-другому готовиться надо? Не знаю, ну, честно, не знаю, как это будет, как распределить силы. Думаю, что тут не надо этого делать, наверное. Нужно выкладываться в первом матче, и потом во втором. Уже сколько сил будет, как будет складываться игра, я думаю, и они, и мы не будут думать, а сегодня там сыграем, да, и поедем домой, и там обыграем их, там, 3-0, 3-1. Нет, как было в прошлом году, мы приехали в Екатеринбург, и абсолютно, то есть не было дискомфорта, мы также играли в Нижнем Тагиле, но у нас не было там такого, что мы играем в гостях, на нас что-то давит. Нет, мы выходили с целью одержать победу, и у нас были силы для этого. Маш, ты коснулась уже темы сохранения состава, действительно, это одна из сильных сторон Уралочки. Московская Динамо почти сохранила свой состав на следующий год. У двух игроков контракты заканчиваются, один из них Мария Перепелкина. Какие мысли, оставаться в чемпионате России, или, может быть, уезжать за границу? Ну, мысли у меня сейчас связаны с семьей, поэтому я, скорее всего, буду делать перерыв по семейным обстоятельствам. Ну, а как там Бог даст, конечно, хотела бы вернуться. Ну, а мы давайте перейдем к следующей полуфинальной паре, которая определилась буквально накануне, это случилось в Краснодаре. 1-1 после двух матчей серии. Такой расклад Динамо вполне устраивал, с учетом того, что третья решающая игра проходила в Краснодаре. Кубанских фанатов, конечно, немного настораживало, что игру в омских любимец проиграли в чистую 0-3, но в том матче не было поддержки любимых трибун, логично рассуждали местные любители волейбола. Отчасти, благодаря и с помощью этой самой поддержки хозяйки площадки довольно легко расправились с соперницами в первом сете 25-23. Вторая партия началась так, как и кончилась первая. А мячки не то, чтобы были намного слабее, просто Динамо постепенно наращивало обороты. Все шло по сценарию Селинджера. И тут начался типичный женский волейбол. Непредсказуемый абсолютно. Сибирячки не только догнали южанок, но и ценой невероятных усилий смогли выиграть сет. Последние два мяча на совести Анны Мириам-Консанре. Аня играла просто замечательно. Она сделала все, что смогла, несмотря на то, что у нее была сломана рука. Рассказывать что-то про партию третью не имеет смысла. Больба, мне, конечно, была очень острой. Чуть удачливее оказались гости 25-19. Партия четвертая заслуживает отдельного внимания. Как говорят, у кошки девять жизней. Так вот, а мячка, символом которой является именно это животное, чуть свой запас жизни не растеряла. С самого начала партии Мамадова с партнершами создали для себя огромный задел в девять очков. Но краснодарки бросились в погоню и почти догнали. Но почти, как говорят, не считается. 25-22. Партия, матч и серия за мячкой. До конца я не был уверен в победе. В волейболе бывает, что ты ведешь много очков, а затем проигрываешь партию. После матча сеннижер говорил о том, что очень хочет в следующем году поработать в Краснодаре. Что ж, теперь руководству Динамо предстоит определить степень дневных кланца в этом проигрыше и все хорошенько обдумав, определить, что перевесит недавно выигранный Еврокубок и линии попадания в финал четырех национального чемпионата. Иван Головин и Павел Гудский специально для НТВ+. Ну, а, естественно, соперник амички оказалась казанская Динамо. Собственно, пара у нас полуфинальные точно такие же, как и год назад. Ну, серию Казани с Тюменью, честно говоря, нету видео, но есть зато картинка матча с московским Динамо еще в рамках чемпионата страны, где прекратилась победная серия казанской команды. Маша, для вас эта игра была какой-то сверх принципиальной, особенно еще была встреча с Грибичем, и никак не удавалось победить в кульке страны. У меня не было на том матче, да, я смотрела по телевизору, очень хотелось, каждый раз очень хотелось победить их, и я очень была рада, чтобы сейчас мне это удалось. Не знаю, как Казань относилась к этому матчу, но мы выходили с целью, да, держать победу. Вам все равно, где играть с Казани, в Казани или в Москве? Вообще, насколько Динамо Москва домашняя команда? Вот сейчас вам выезд предстоит Екатеринбург, Нижний Тагил. Насколько дома играть играет? Нет, мне кажется, для нашей команды нет разницы, где играть, дома или на выезде. И психологически, и функционально, и зал, что в Казани, что в Нижнем Тагиле абсолютно удобный, комфортный, недалеко от гостиницы. В принципе, мне кажется, все. Этот матч все равно стал дуэлью Наташа Обмачаева и Екатерина Гамовой, как вы, собственно, они не говорили, что сражаются команды, а все равно лидеры в центре внимания. В каком состоянии сейчас Наташа, ваш лидер атаки, ну, собственно, и остальные игроки тоже? Я уже говорила недавно в интервью, что мы работаем, с нами, вернее, работает на физической подготовке Дамер Колец. Мы себя все прекрасно чувствуем, в хорошей форме. Наташка, тоже считаю, выходим на пик, и усталости нет. Я думаю, это нам очень поможет. Ну, давайте посмотрим на, собственно, результаты четвертьфинала и пары, которые получились, чтобы уже окончательно закрепить обговоренное. Ну, и самая длинная серия, как видите, в поединке Краснодара с Амичкой. Омск выходит благодаря победе в гостях. Ну, и самая короткая серия, как тоже мы отмечали, это два трехсотых поединка в исполнении «Уралочки» против «Заречье». Действительно, сейчас команда в великолепном состоянии. Все начнется в ближайший понедельник матчами в Казани и в Москве. Затем серия на два дня переедет в Омск и в Ексеринбург. Ну, собственно, 28 апреля, если понадобится, потому что полуфинал будет идти до трех побед. Ну, и, естественно, мы не можем не поговорить и о мужчинах, которые тоже постепенно доходят до стадии полуфинала. Пока первый полуфиналист это Губерния. Команда, которая вот нас на протяжении всего сезона удивляет. Команда, которая побила рекорд победной серии в этом чемпионате. Команда, от которой, может быть, не ждали, но она выиграла уже и регулярку в своей группе. Из таких середнячков выбилось, ну, действительно, уже высший свет. Вот, как ты относишься к такому явлению, когда команда взлетает? Вот мы, когда обсуждали, тоже думали, что, а сумеют ли они в плей-офф себя показать? Хватит ли запала? Первая серия, четвертьфинал с Газпором Югра получилась самая короткая из всех. Все пока получилось. Что ты можешь на тему губернии сказать и насколько это вообще интересное такое явление? Наверное, губерния может доказать то, что команда, да, в первую очередь, как, ну, слово, как команда, складывается из каждого игрока, и не только кто на площадке, да, кто стоит в квадрате, кто не попал в заявку из тренеров, из помощников. Я думаю, это один из этих примеров. Как получится у них в этой серии, то, что они первыми, да, оформили себе путевку в финал четырех, ну, я думаю, может, рано еще говорить. Может быть, у них еще продолжается эмоциональный, да, этот настрой, то, что они закончили на первом месте регулярный чемпионат. Думаю, надо смотреть дальше. Честно говоря, я не ожидала, что Маша хорошо ориентируется в таблице мужского чемпионата, потому что абсолютно нет времени. Сколько игр ты вообще успеваешь смотреть, или это только вот ближе к решающим матчам? Откуда такая осведомленность? Я, к сожалению, смотреть игры не получается, только там, если есть свободное время, и тут включил, идет матч. А по поводу знания, там, то, что я смотрю таблицы, да, смотрю результаты игр, кто как играет, и только поэтому я в курсе. Наверняка ты знаешь, что Зенит чемпион страны, это сильнейшая команда, и вот для меня полной неожиданностью было, что фаворит забуксовал в серии против аутсайдера. Вот тут как раз вопрос психологии, мне кажется, выходит на первое место. Зенитовцы первые два матча против Кузбасса дома их вообще вынесли буквально, не оставив мокрого места, а вчера проиграли. Вот когда фаворит встречается с командой, которая заведомо ни на что уже не претендует, в чем тут может быть сложности? Не на настроении, наверное, да, а в уверенности в своих силах, в самоуверенности, наверное. Дело в том, что это же не первая игра, и вот после уверенной победы, наверное, приходит какая-то расслабленность, а той команде, которой нечего терять, она всегда выстрелит, может быть, это же так. Я не думаю, что те команды, которые в принципе не должны выигрывать и Зенита, если бы их поставили в равные условия с фаворитами, то они могли бы себя точно так же проиграть. Это такой закон, так случается в роли. Если сегодня они снова обыграют Зенита, то это уже будет большой сюрприз. Семерность, если они сегодня выиграют. А если сегодня победит Зенит, значит, все будет так, как обычно. Вот Константин Ушаков, капитан Кузбасса, сказал, что это был супернастрой, и, конечно, дома мы хотели порадовать болельщиков. Мне кажется, два дня подряд выйдет такой пик, маловероятно. А с другой стороны, Павел Мороз уже реальный кандидат в национальную сборную, играет за Кузбасс, о нем уже говорят не первый год. Как он должен тебе показать. тем более тут непосредственно дуэль с Максимом Михайловым. Соперник очень сложный. Зенит уже наверняка второй расслабленности себе не позволит. Понятно, что был выезд, выезд наверняка непростой, и команда, конечно же, измотана теми турнирами, в которых она принимала участие. Но я думаю, что сил собраться хватит. Серия, которая виделась самой равной, ну, собственно, так она и проистекает. По очереди Факел и Урал выигрывают матчи, начинали все в Новом Уренгое. Вот, кстати, тоже девочкам в дворце спорта играть негде было, потому что мужчины этот дворец там занимали. Выиграли первый матч 3-1, потом в ответном поединке 1-3, и накануне тоже домашняя победа на сей раз Урала. Мы тоже много следили за этой командой, она дошла до финала Европыка. по составу фантастический там набор, единственное, что, наверное, не собираются. Да? Мы очень хвалились передону, вот, кстати, после этой встречи, и я согласна с главным тренером, что нужно время всегда, потому что собрать игроков, это еще не значит, вот Маша сегодня об этом тоже говорила, это не значит стать командой. Нужно время для того, чтобы все поставить на свои места. Ну, в итоге в этой серии сейчас 2-1 в пользу Урала и сегодняшний матч в Уфе может тоже стать последним для непосредственно уфинцев, у которых наконец-то заиграл Висотта, у которых в составе кроме Спиридонова и Абрамов и Алексей Вербов, в общем, очень известные мастера, ну, к концу сезона, наверное, коллектив все-таки сложился. Серия, которая больше всего интриговала перед началом четвертьфиналов, Новосибирск против Белгорода. Новосибирск выиграл Лигу чемпионов и целенаправленно готовился вот к этому турниру, к этой вершине. Что вообще клуб после такого успеха в Лиге, что вообще происходит дальше? Вы тоже выступали в Лиге чемпионов, играли там на разных стадиях плей-офф, потом следует спад или вот можно растянуть эту формулу еще на остаток сезона? Ты знаешь, может и есть спад сразу после выигранного такого большого турнира, но думаю спад физически, эмоционально он не продляется долго, потому что остается это ощущение уверенности в своих силах, ты осознаешь сколько ты вложил в эту победу, да, и ты знаешь, ну как каждый игрок в команде, что ты смог это сделать. И думаю, что если физически там немного времени нужно, чтобы прийти в себя после, да, эмоционально, ну и думаю, что не думаю, что это затянется на большой промежуток времени. Ну, как раз у Сибирска было время, чтобы прийти в себя? а у Белгорода была очень сложная встреча с Динамо, хоть они и уверенно ее выиграли, но все равно серия была тоже принципиальная и тоже требовала очень больших эмоциональных и физических затрат. По отзывам Геннадия Яковлевича Шипулина, не все было в порядке с расписанием, с тренировками и с вот этим вот тяжелым выездом, ну, не знаю, может быть, этим тоже объяснялось как-то состояние его команды. Новосибирск просто блестяще провел эти две игры и уверенно повел в серию. Ну, совершенно не дали раскрыться как раз основным игрокам и задействовать самые сильные стороны, и Белгородцы не смогли там приходить. Как раз вот календарь и расписание, они здесь очень хорошо сыграли за локомотив Новосибирский, потому что они были лидерами и получили вот этот необходимый отрезок для отдыха и для восстановления. После двух побед Новосибирска пошли разговоры о том, что Белгород вообще себя тренировать не сможет. Вот я, честно говоря, в это не верил и очень ждал вчерашней игры, которая, ну, покажет истинную силу Белогория, потому что это столь опытные мастера, и ты олимпийские чемпионы, и команда, которая выиграла кубок страны в этом сезоне. Вчерашний матч вот все с ног на голову. Вот, Маш, насколько это вообще реально, вот так за 2-3 дня изменить кардинально игру и отношения с соперником? Ты знаешь, Леш, мне кажется, плей-офф это вообще другие соревнования, да, что было в регулярном чемпионате, можно забыть, и каждая игра это новая история с новыми эмоциями, но задачи при этом остаются все те же, да, победить. поэтому меня тоже нисколько не удивило, что Белгород уверенно вчера обыграл Новосибирск. Не надо забывать, что Белгород играл дома, и мне кажется, так как в этом зале, Белгород не играет больше нигде и никогда. При своих болельщиках там колоссальная поддержка трибун, а пусть это, может быть, не самый модный какой-то и самый новый зал, но он очень теплый, очень наигранный для своей команды, и там, конечно, они чувствуют себя в своей тарелке. Там я права, да, потому что я играла в Белгороде, и, конечно, как поддерживают там мужчин, даже женскую команду так не поддерживали, с каждым годом только посещаемость увеличивается, мне кажется, уже сейчас нет мест, да, чтобы присесть, люди стоят, переживают за команду, поддерживают. Ну, опять отметим фантастические показатели Дмитрия Мусерского, который и в олимпийском финале стал настоящим героем и здесь он лучше всех остальных партнеров по команде, игрок центральной зоны, 15 очков за три сета. Да, Георг Грёцер тоже, наконец-то, вписался как раз на финале кубка, он ощутил себя частью коллектива, он где-то рядышком, у него 14 очков, но Мусерский это, ну, настоящее уникальное удивление в нашем мужском волейболе, и вот хочется, чтобы как можно бережнее и дольше к нему относились, потому что он, в общем-то, из национальной сборной сыграл как можно больше лет. И Сергей Макаров тоже здорово сейчас разбирается в игре, по-моему, вот он почувствовал как раз это против Динамо, когда команда выступала, и сейчас тоже, большое количество атак, и атак классных, понятно, что бороться с Мусерским на блоке это очень-очень тяжело, ну, плюс у Дмитрия еще и эйсы, и очки на блоке. Ну, да, Макаров, мне кажется, снова заслуживает место, по крайней мере, кандидата в сборную команду, очень хороший сезон проводит, а в целом, если посмотреть на результат всех серий, то вот как раз здесь противостояние Белогория и Локомотива, я очень надеюсь на то, что будет пятый матч, потому что Белгород действительно вчера показал игру так же, как мы видели в матчах с московским Динамо. Думаю, что сегодня белгородцы снова возьмут верх, конечно, Новосибирск будет цепляться за этот матч, все-таки снова переезд, снова тратить силы, в то время, как их ближайшие соперники уже отдыхают, в губернии уже прошла дальше, ну, Урал-Факел это, в общем, уравнение со многими неизвестными, но Зенит вроде бы должен проходить дальше и готовиться к полуфиналам, которые стартуют в следующий четверг. Ну, еще, естественно, несколько волейбольных тем и новостей, которые мы не можем не осветить. Чемпионат Италии, который мы стали регулярно показывать, и здесь прежде всего возникает тема прогресса технического и нашей любимой игры, видеоповторы, которые вот сейчас мужчины уже стали использовать. Вот мы во всей красе это наблюдаем как раз в итальянском первенстве. Маш, как ты считаешь, в женском чемпионате уже тоже назрело присутствие и необходимость этих видеоповторов? Вот смотрите, например, момент, в Кюнио Тринтино проигрывает матч на тайбрейке 16-14, но видеоповтор, причем тоже отметим итальянцев, они умудрились и в телевизионную картинку, то, что видят судьи, показывают, то есть вот болельщик все видит. Линия, переигровка, дальше Тринтино выигрывает и этот матч, и второй, собственно, становится первым фоналистом чемпионата Литвина. Насчет видеоповтора. Ты знаешь, так часто обращаться стали к судьям капитаны, что я думаю, что почему только мужчина. Мне кажется, и в женском волейболе тоже есть место видеоповторам. Не то, что судейских ошибок много, нет, есть там, мягче еще и быстро прилетело. Не всегда объективно можно оценить разные ситуации, поэтому... я считаю, что это было бы большой помощью. Не знаю, насколько это задерживает сам матч, да, время игры, насколько это некомфортно для самих игроков. Ну, не попробуешь, не узнаешь. Ну, во всяком случае, может все кардинально перемениться, если действительно посмотреть, взять это несколько секунд и посмотреть, куда упал мяч, и вот как в этой игре, конечно, мы видим, что не только результат, но может быть и итог всей серии тоже... цена ошибки была победа и может быть это судьба всей серии. Кстати, сейчас же Международная Федерация уже настоятельно рекомендует на финале турнира гран-при, если мы говорим, на женщинах, на уровне сборных, использовать вот эту схему и применять видеоповторы. Так, мне, к следующему сезону это будет обязательно для чемпионата мира. Ну, теперь вторая полуфинальная пара Мочерата Пьяченца. Для меня результат неожиданный, потому что Пьяченца, особенно в первой встрече, не выглядела таким уж явным фаворитом. Тут тоже посмотри видеоповтор. Вот смотрим, это атака Ивана Зайцева, за которым мы так болели, который действительно стал настоящим лидером Мочерата. И четко мы видим, что мяч после блока попадает в линию. У Пьяченца появляется шанс продолжить игру. И вот Александра Фея ставит точку. Это была вторая победа Пьяченца. Кстати, опять же, непокупная деталь. Итальянцы в этом сезоне применяют систему так называемого бильдикапа, то есть клуба, которая выше были в регулярке, начинают серию со счета 1-0. До трех побед, но уже 1-0. Вот Мочерата здесь вела в этой серии сразу 1-0. Вот как бы такую бы новшество. То есть вы бы сейчас уже вели 1-0 в Уралочке? Да, в Уралочке. Это приличное преимущество, хочу сказать. Не знаю. Но намного больше сил, наверное, потребуется, чтобы изменить, да, если даже... Чтобы отыграть. Отыграть, конечно, хотя бы. Пьяченца отыграла. Пьяченца отыграла как раз у Мочерата это добавленное очко за счет преимущества расстановки в регулярном чемпионате. И теперь будет играть в финале с тринти. Да, три подряд победы и все. Но вообще в целом, вот когда важнее, ну не то, что важнее, добавляется веса выступлений в регулярном сезоне. Вообще же, в некоторых видах спорта просто нет плей-офф. Да, вот взять там футбол. Ну, что сыграли, там, два-три круга, неважно. Но по итогам регулярки вроде бы чемпион определяется, ну, самая стабильная команда. Вот такое новшество, когда за успешное выступление сразу добавить очко. Ты за или против? Я против. Я против, не потому что, а, вернее, потому что. Потому что Динамо, в принципе, занимает, да, такая команда, которая занимает все время в регулярке места в вершине таблицы. А команды, которые, например, вот та же самая серия Краснодар-Амичка, да, представляете, если бы сейчас уже очко было на очко больше у Краснодара, конечно, им бы намного легче было одержать победу в этой серии. А Краснодар-Амску надо было напрягаться в два раза больше. И это говорит капитан команды, которая занимает места в верхней части таблицы. А в финале не дают таких очков. Поэтому, если выйти в финал, все началось бы уже с нуля. Ну что ж, Мария Перепелкина была сегодня гостем нашей программы. Большое спасибо Маше. Будем следить за выступлениями не только Московского Динамо, но и всех участников полуфиналов, начиная с понедельника. Болельщики Казани приходите во дворец Спорт Санкт-Петербург, в Москве это Дружба, Динамо-Уралочка, Казань против Омска, две интереснейшие серии. И мы желаем всем получить удовольствие от красивого волейбола, и чего, собственно, от вас и ждем. Да, приходите, мы будем вас ждать и радовать хорошей игрой. Ну, а мы на этом прощаемся с вами ровно на одну неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова